Здравствуйте, дорогие ребята, и это видео про охоту на грифона. Не то чтобы первая охота на грифона была такая сложная, она скорее обучающая основам боевки игры. Нам впервые перед боем включает арбалет, который очень эффективен, кстати, в борьбе с грифоном. В принципе, для подготовки все, что нужно, нам заранее задается сюжетом. Там надо добыть водоросли, грушину, она находится в реке, надо нырнуть и найти для приманки. Дальше идем к охотнику, это все задается по маркеру, чтобы он нам показал гнездо грифона. Но нам еще перед боем, в смысле, когда мы идем к ниггарцам, их комендант нам рассказывает про травницу. Тамиру, Тамира она называется. Вот ее местонахождение никак не обозначается на карте. На нее, конечно же, легко можно наткнуться, ну или нелегко, ну, скорее, ну, это как получится. Можно наткнуться случайно. Вот ее хижина, я поставил маркер, хотя, как вы видите, я тут некоторые вещи активировал, зачистил все, что нужно, но все равно не наткнулся на нее случайно, как могло бы получиться. Она перед боем нам дает советы. После боя мы получим у нее вознаграждение, всякие ингредиенты. Кстати, про ингредиенты. Очень редкий ингредиент в игре, кальциум экум, особенно в первой локации, можно найти только у нее. Это составной компонент пороха для создания бомб. Если вы собираетесь зачистить логово чудищ, то этот компонент вам обязательно понадобится. Так что, сходить к травнице будет не лишним. Кстати, еще один дополнительный квест по полуденице в призраке. Вот для этого квеста тоже можно пойти к ней, и после этого квеста тоже можно получить вознаграждение у нее, всякие податки. И, конечно же, экспи. И все это можно пропустить легко, потому что ее хижина не обозначается на карте, по сюжету. Так что, я думаю, это не лишнее, что я рассказал про травницу. Думаю, вот и все. Вся подготовительная, весь подготовительный этап к бою с грифоном. Дальше, ну, идем к весенеру. Он нам сейчас вручит арбалет. Конечно же, можно на подлете грифона подбить его мечом. Это не совсем сложно, но все-таки не легко. Но вот арбалетом вообще просто целишься и стреляешь прям на подлете, замедляется время. Очень легко, очень эффективно, и подбиваем грифона арбалетом. Против грифона очень эффективно используется знак игни. Ну, пернатая тварь, огонь наносит очень сильный гидлан. Ну, вроде бы, все. Дальше, ну, там есть еще подготовка эликсира, но это все строго задается по подсказкам. Там, там, указывать, что с чем надо смешивать, куда надо заходить, как использовать, вообще про это рассказывать, так что не будем. Детализация персонажей в игре вообще очень хорошая, даже, можно сказать, заплетельная. Хотя у меня не ультра, а высокие, даже чуть пониже высокие. Хотя, ну, вот, к графику детализации отрезающей все двухсотипов вырезали. Это, можете заметить, трава очень сильно спрайтовая. Хотя у меня не ультра, как я уже сказал, может, на ультра все это будет выглядеть намного прекраснее. Но основная детализация персонажей просто, ну, удивляет, не знаю, что это очень красиво, очень четко выглядит. Там, не знаю, очень сочная картинка такая, детализированная. Хотя, дерево на фоне не очень детализировано, в общем. Но тут больше с нашим грифоном и наш грифон. Хорошо, выбираем албалет, выбираем знак игни, пьем гром, окей. Так, так, пьющик, 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 ай, окей, вроде бы лечила. Ай, я не учитывал ее, амбалетом. Сейчас она подлечит. А, я ее опять не подбил. 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 Какая караумка. Кажется она Ольги пят. Откуда зайдем в лошадку, где наша лошадка балала. Давай. Она становится умrated, так что, intéниться, спешить не особо тогда на das. Она никуда не денется. Но я немножко был слабый вещеймеры. Сейчас она подлетит. Используем их. Употребляем аптечки. Ай-яй-яй. Видишь, как я попадаю? Окей. Используем аптечки сразу. Быстро-быстро-быстро-быстро. Потому что всё может очень даже плохо кончиться. Меня рушили. Ай-яй-яй-яй-яй. Вообще, игра получилась немножко каркорной. По сравнению даже с второй частью. Ну, в общем-то, как вы заметили, всё неплохо закончилось. У меня средняя сложность. Это, в принципе, неплохая такая сложная сложность. Да, неплохо. Неплохо. Хотя, это первый раз. Подготовительнее. Тот весь показывали по кентам. Всё строго указывало, что надо делать. Что куда втыкать. Как бить. Что пить. Ещё арбалет нам дали. Это всё первый бой, первый босс, первое чудище. Так что, особо радоваться не стоит. Дальше будет обязательно хардкор. Ещё напоследок я покажу такой нюанс с подтормаживанием. У многих, даже у тех, у кого топовая сборка, игра лагает. Я советую вам, у тех, у кого не выдают чётко 60 FPS, если у вас около 50, ну, 55 и сильно лагает игра, ставьте вот тут кадры в секунду, ограничение на 30. Конечно же, FPS будет мало, но лаги строго, прям резко прекратятся, никаких лагов больше не будет. Ну, это не то, чтобы решение проблемы, но придётся ждать патчи или новых дроп, ну, скорее патчи, хотя, не знаю, про это я ничего не знаю. Но на 30 FPS это всё-таки не шутер, всё и так выглядит очень даже плавно, очень нормально, к тому же лаги прекращаются, ничего не проседает, очень всё красиво и нормально, всё отлично. Вот и вся боёвка, советы, которые я хотел посоветовать, рассказал то, о чём мне рассказывает сама игра и не нужно самому найти и разузнать, я рассказал. Ну, я пошёл отрежу башку Грифона. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, мои советы вам помогли, особенно насчёт секадровой Томиры. Всем спасибо, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok